Ну что ж, давай подключать к нашей беседе Сергея Братчука. Насколько я понимаю, он сейчас готов выйти с нами на прямую связь. Это представитель Одесской областной военной администрации. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Расскажите, пожалуйста, вот на данный момент по Одессе, какая обстановка, исходя из того, что пару дней назад мы с вами обсуждали угрозу обстрелов со стороны Черного моря. Вот что-то поменялось или нет? Там как раз было очень много как раз возможных опасений по поводу размещенных ракет типа «Калибр» в Черном море. Пока могу делиться информацией, которая у нас была фиксирована на вечер. В море оказалось уже 17 кораблей вражеских. Среди них три ракеты-носителя, это один надводный корабль, 8 калибров на борту и две подводные лодки по 4 калибра, то есть 16 калибров. Среди них также два больших десантных корабля, то есть и группировка выросла, и враг вышел на боевое дежурство. Мы с вами говорили о том, что в тех же кухтах Севастополя, временно оккупированного нашего города, враг и те ракеты-носители, он пополнит два комплекта, то есть угроза ракетных ударов, она, к сожалению, каждый день остается очень высокой. Сейчас на утро будем отсматривать ситуацию, и наши военные тоже поделятся информацией, что происходит именно сейчас. Пока вот еще раз, скажем, на вечер была вот такая информация. В целом ситуация у нас полностью контролируема. Мы говорим о том, что у нас не было сигнала по воздушной тревоге, у нас нет сегодня ночью и не было обстрелов, слава богу. Мы говорим о том, что сегодня есть у нас энергетический фронт, в том числе, на котором сражаются наши энергетики, тут без преувеличения, потому что довольно напряженная ситуация в регионе в этом плане. Одесская область одна из наиболее пострадавших после массированных ракетных ударов врага, но тем не менее у нас все объекты критической инфраструктуры ни на минуту не отключались от электроэнергии. У нас все больницы работают, есть альтернативные источники питания, электроэнергии. Что касается общественного транспорта, непосредственно в городе, до вчера транспорт вышел уже на маршруты, правда подвижной состав составляет 50%. Сегодня с утра тоже городская власть будет смотреть за тем, какое напряжение идет на сети и будет принимать соответствующие решения. Сложновато, конечно, да, не отрицаем, но тем не менее ситуация не критическая. Ну и, понятное дело, коммуницируем с населением, объясняем им, какая ситуация сложилась, как необходимо реагировать на нее. Ну просто напомню в виде информации о том, что вчера, по информации в том числе Виталия Кима, это уже Николаевская область, в том числе оккупант поднимал воздух 3 Ту-95, и было сообщение о том, что в Азовском море два корабля находятся, в Средиземном — 9, соответственно, в Черном море — 9 тоже вражеских кораблей. И 76 ракет — это общий залп, это потенциальная возможность того, что мы обсуждаем. То есть, действительно, угроза довольно серьезная. Но спасибо вам, что проинформировали, что пока без изменений, ждем и будем надеяться, что так и останется. Сергей, вот вы сказали, что в море 17 кораблей находятся, из них две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет, и один корабль с этими калибрами. А объясните, пожалуйста, они из Крыма выходят или из территории России, из Новороссийской? И являются ли они достижимыми для украинских, ну не знаю, дронов, возможно, как мы видели, это возможно? Ну, мы, во-первых, говорим, что это корабли, которые входят в состав Черноморского фута Российской Федерации, поэтому они находятся периодически в гухтах временно оккупированного Севастополя, и вот выходят на боевое дежурство. Мы говорили еще раз о том, что для того, чтобы осуществить пуски калибров, данные этой ракеты позволяют делать это фактически из самого Севастополя, и так неоднократно уже было. Опять-таки, мы понимаем прекрасно, ничего в тактике ворка не изменилось. То есть, желание наносить ракетные удары у них остается. Ну, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что у нас есть соответствующие планы реагирования на эти возможные удары. Мы говорим о том, что население у нас до 4 февраля уже довольно-таки хорошо. К сожалению, знают, что такое сигналы воздушной тревоги. Поэтому просто напоминаем людям о том, что необходимо выполнять все угодные действия, когда сигналы тревоги звучат. Надеюсь на самое лучшее и верим в нашу победу, тут без сомнений. Сергей, неприятное сообщение, но давайте обсудим. В Одессе прогремел взрыв вчера. Пять пострадавших, пять из которых полицейских. Расскажите, пожалуйста, про это событие. Вроде бы как произошло это все на парковке административного здания областного управления ГСЧС, то есть спасательной службы. Что это было, расскажите. Мы не общались об этом в эфире. Ситуация, то, что мы можем сегодня говорить, потому что идут соответствующие средственные действия, оперативная работа. Патруль остановил машину для проверки, вызвал средственную оперативную уроку. Действительно, это произошло на улице Прохоровской в городе Одесса. И во время осмотра автомобиля были обнаружены взрывы опасных предметов. Но, к сожалению, произошел взрыв. Все подробности получили позже, уже именно представители национальной полиции. К сожалению, 7 людей пострадали. И действительно, 5 полицейских, и двое гражданских. Всем оказывается соответствующая медицинская помощь. Ну и подробности, я думаю, от полиции будут уже сегодня. Чем связана эта ситуация, пока говорить довольно сложно. Еще раз подчеркну, что идут соответствующие следственные действия и оперативная работа. Сергей, и еще о важном, не событии, а процессе, о работе зернового коридора. Вчера Зеленский в своем вечернем обращении сказал, что в порт Одессы зашло уже третье судно. В рамках нашей инициативы «Grain from Ukraine» зерно из Украины. 25 тысяч тонн гуманитарной пшеницы будут отправлены в Сомали. Второе судно завершает погрузку в порту Черноморск. Будет направляться в Эфиопию. На его борту 30 тысяч тонн пшеницы. Что вы знаете о работе зернового коридора? В последние дни, когда стало тяжелее с электричеством, в частности, это как-то влияет на его работу? Да и калибры, возможно, тоже угрожают. Ну, смотрите, то, что касается зернового соглашения, об этом надо говорить. Это самое главное сегодня. Это зерновое соглашение работает. Действительно, есть соответствующий проект, о котором вы сказали. «Grain from Ukraine» зерно из Украины. Первое судно уже идет в Эфиопию. Двух остальных вы сказали. Это действительно гуманитарная, бесплатная помощь нашего государства тем странам, которые в силу разных причин, в том числе и действия Российской Федерации, оказались на грани голода, и Украина сегодня помогает. Мы уникальное государство, этим можно только гордиться. Что касается самой инициативы, она действительно работает. Конечно, это не те, скажем так, объемы, которые были в октябре. Тем не менее, насколько мне известно, к этому наши ипортовики и все, кто относится к этой зерновой инициативе, кто работает в ее рамках, они приближаются. Поэтому уверен, что все будет и дальше получаться. Тем более, речь идет уже о том, чтобы продлить действия этой инициативы как минимум на год. Ну, что усиляет для меня лично большой оптимизм. Я уверен, что в следующем году война закончится так, как она должна завершиться нашей победой. В том числе, благодаря этой инициативе. И скажите еще, пожалуйста, Сергей, насколько одесские экспортеры и импортеры смогли перестроиться и наладить новые пути поставок в связи с тем, что море закрыто, да? Только зерно мы можем вывозить в рамках этой инициативы специальной. А все остальные грузы, которые ранее шли в Одессу морем, это были миллионы тонн. А сейчас, я так понимаю, недоступны к транспортировке? Или уже что-то перевозят? Ну, если бы мы сидели сложа руки, вернее, наши предприниматели, то, конечно, было бы намного тяжелее даже таких условий в военном времени. Тем не менее, налажены другие логистические транспортные пути. Понятно, что это не те объемы, которые могли бы осуществляться через море. Но, тем не менее, наши люди работают. Это и Дунай. Мы говорим о транспортных, о железнодорожных путях. Поэтому Одесса город предпринимчивый. Мы понимаем прекрасно, что сегодня Одесса не просто стратегический порт, не просто стратегический пункт на юге нашей страны. Большой гуманитарный хаб, большой транспортный хаб. И прекрасно понимаем, что сегодня наш вклад в общую победу, он есть значительный. На нас надеется вся страна. Поэтому я уверен, что мы не подведем. Спасибо вам, Сергей, и спасибо всем одесситам. Сергей Брачук, представитель Одесской областной военной администрации, был в прямом эфире.